Казни египетские Обрушились на город, захваченный сатанистами Вот что сейчас в Киеве Вот пустыня Сахара пришла На этот град преданный Растоптанный и униженный Своими жителями Сатанисты захватили власть и правят бал Кто после этого посмеет мне сказать Что Киев должен стоять Сатанисты захватили город И относиться к ним надо именно таким образом Каленым железом Огнем и мечом Эти террористы должны быть уничтожены А русские святыни должны быть освобождены Мы долго будем позволять такое отношение Мы долго будем терпеть Что еще должно случиться Чтобы мы признали Эту жалкую власть С этим мелким бесом во главе Террористами А страны их поддерживающие Спонсорами терроризма СБУ, ГУР, РАДА Правительственный квартал Должны быть снесены с лица земли Вот это дьявольское нацистское отродье Украинское хунто Да что ты, черт побери, такое несешь Это борьба Это не борьба Украины с Россией Это борьба с сатанизма С христианством Мы последняя страна В которой, так сказать Которая является носителем Традиционного христианства Россия очень живая страна Это может быть последний По-настоящему живой народ белой расы Ты дурак что ли, эй? Вы говорите, Гитлера нет Уже столько лет, да? 80 лет Значит, но дело его живет Мы боремся за справедливое дело Это абсолютно очевидная вещь Опа Опа Резиновая попа Да Рыбалка в лужах Гребля на сапах И рафтинг на машине В российских регионах разлились реки Из-за обычного весеннего явления Некоторые поселки ушли под воду Самая острая ситуация в Алтайском крае Там объявили режим ЧАЭС Клюет? Да! Хорошо клюет Нормально? Кого ловите? Весна в России выглядит так В десятки регионов страны начались паводки Одна из самых тяжелых ситуаций в Алтайском крае Там затоплены около 500 жилых домов Вода уничтожила участки дорог На их месте образовались реки Трасса степная, Кучук Обалдеть! Все, вода пошла в курии Некоторые села оказались буквально отрезаны от большой земли Власти Алтайского края ввели режим чрезвычайной ситуации И у нас остров И там остров Чтобы обратить внимание на проблему Глава поселка Солнечный устроил заплыв Вода, по его словам, накрыла весь населенный пункт Районные чиновники прислали в поселок два насоса Но они ничем не помогли Власть делает что? Поставили две единицы техники Делают видимость, что мы боремся за степей Здесь воду берет, сюда закачивает И она по кольцу двое суток гоняем, гоняем Абсолютно бессмысленно Не менее бесполезным делом занимаются коммунальщики Оренбургской области Они пытаются избавиться от воды с помощью трактора Подписчики местных пабликов отметили, что такой работе позавидовал бы даже Сизиф Вода, все прибывает и прибывает За сутки уровень воды в регионе достиг опасной отметки Там тоже ввели режим ЧС и эвакуировали почти полторы тысячи человек Вместе с жителями поселков преодолевать расстояние в Плайв приходится диким зверям Такая же ситуация в Челябинской и Владимирской областях Башкортостане и Самаре Настигли паводки и Московскую область Жителям коттеджного поселка в Химках пришлось сменить машины на лодки А деловую обувь на резиновые сапоги Отличная погодка, капюшон надень В других столичных районах любители экстрима пробуют плавать на сапах Из-за превращения в Венецию в самых затопленных поселках отключили электричество и отопление Вообще Россия уже так себе неплохо тонет, потому что на дворе уже апрель Ну и кое-где, кое-где еще остался снег И пока последний снег остался, вам покажу немножечко зимы из России Тем, кто особенно не там Посмотрите, какая классная зима Это вот в Златоусте, какая хорошая погода А это медики на альпинистских носилках тащат больного человека Потому что дороги не проезжие для скорой помощи Поэтому они берут альпинистские носилки и достают людей Вот так подтаскивают к скорой помощи А дальше уже быстро, с мигалками Но вначале на носилках Вот примерно такая же еще в Мельниково Тоже можно еще показать скорую Вот, приходится толкать То есть вначале выталкиваешь скорую, потом она тебя везет в больницу Ну все честно Вначале ты помогаешь медикам, потом медики тебе Хорошо же, хорошо Посмотрите, вот это Ну потому что там еще снег Где нет снега, там уже и проблем нет Сейчас я покажу, как все хорошо там, где уже снег растаял А пока, посмотрите, то есть еще есть местами Все-таки большая страна, это удобно Где-то уже летние пожары, а где-то еще снежные завалы В принципе, все по-разному и можно по-разному реагировать В Башкортостане 300 человек оказались отрезаны от мира Потому что размыло, ну немножко подразмыло дорогу И никто не может проехать Но это все еще дорога, заметьте Потому что видно, куда ехать Критерий очень четкий, сформулирован мной Если видно, куда ехать, значит дорога Все, хорошая, плохая Это все субъективно Хорошая, плохая Кому-то может и плохая А кому-то и нормально Вот пытаются же, едут Ну, ослик пройдет Ослик пройдет, значит дорога Вообще ослик лучше Мне это в чате, в телеграме спорили Что надо вот ездить на собаках Следующей зимой Потому что и топливо отражает Бензин Производство бензина снизилось больше, чем на 10% Я в прошлом эфире рассказывал Из-за бомбардировок НПЗ Тут очередной НПЗ В Татарстане вон бахнули Соответственно, производство бензина снижается Цена неизбежно подрастет И вот надо на собаках ездить Собаки супер, супер непрактичны Потому что жрут как не в себя Запаривайтесь собак прокормить Ослик лучше намного Он травоядный Ест немного Зимой его на балконе чуть подсогрел И поехал Нормальная тема, ослик Заводите, не пожалеете А то вот таким дорогам Как вообще, на чем А мечи на сапах, например На сапах Давайте посмотрим видео из Омска А вон там люди ждут, чтобы переплыть сюда на эту сторону Сейчас только так Чувствуется миллионник, да? Позабили все своими лодками Не проехать вообще Не проехать Ну что творится? Сидели бы все дома Куда все поехали-то? Казни египетские Обрушились на город, захваченный сатанистами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!